Всем привет и добро пожаловать в видеоотчет гласнот за неделю номер 4 2023. В этом выпуске мы изучим образовавшиеся ралли, которая отправила нас на отметку в 23000. И обратив на психологию рынков, вы могли заметить, что образование высокой цены толкает больше людей на продажу. Выше цена, больше людей находят ее привлекательной. И наоборот, чем ниже падает цена, тем больше людей склонны к тому, чтобы капитулировать. И в конечном итоге циклы повторяются. Апптренд сменяется даунтрендом и наоборот. Повторяюсь все снова и снова. И в данном выпуске мы посмотрим конкретно на тех, кто составляет данные когорты, участвующие в этом движении, кто использует возможность для того, чтобы сократить свой балансовый счет, а кто остается приверженным, сохраняя свои монеты. Так что мы поделим людей на различные группы, посмотрев на них под разными углами. И как я уже упомянул, притягивает людей, чтобы стать продавцами. Такова природа зверя. И как устроены рынки. И для этого мы будем использовать ончейн-инструменты для того, чтобы понять, кто принимает участие или выходит, забирая ликвидность, а кто не участвует. Возможно, приближаясь к границе, но сохраняя приверженность. И для этого мы всех поделим на три ключевые когорты. Краткосрочные, более новые инвесторы, долгосрочники, а также посмотрим на майнеров. Будучи являющимися ключевым инструментальным компонентом, находясь на стороне предложения, образуя себестоимостьную часть в производстве, а также мы наблюдали за ними как находящимися в огромном стрессе. Сейчас же мы видим, что их нагрузка немного упала. Особенно это было заметно за последние пару недель. В итоге мы это все оценим по трем ключевым когортам. Мы посмотрим на них с разных точек зрения ценовых моделей, а также покажем вам концепт рентабельности. Это очень и очень важная тема, буквально являющаяся основой ончейн-анализа. Мы этот вопрос изучим подробнее и будем к этому возвращаться в большинстве будущих видео. К теме прибыли и убытков. И это действительно очень мощный инструмент, к которому недостаточное количество относится с должным вниманием. И перед тем, как начать, прошу вас подписаться на канал, поставить видео лайк и поделиться ссылкой с друзьями. Это очень помогает каналу. Также поделитесь своими вопросами и мыслями в разделе комментариев к видео. Мне действительно интересно понять, как вы используете наши инструменты. Недавно мы провели опрос на эту тему, ссылку на который вы найдете в описании под этим видео. Так что не пожалейте время и напишите. Мы пытаемся понять максимально, как проходит процесс вашего обучения. Большинство пишет, что получается изучать вопрос ончейн, что для меня очень здорово. И что действительно мне очень помогает, это понимание, каким образом вы получаете эти знания, о которых мы говорим и в наших видео. И используете их повсеместно, работая со своим анализом ончейн. И очевидно, что мы максимально пытаемся помочь людям разобраться в этих инструментах и выжать максимум преимуществ от использования ончейн анализа с помощью наших инструментов. Но давайте начнем и перейдем к анализу. Итак, перед нами ончейн дэшборд за неделю номер 4. Как всегда, ссылку на него вы найдете в описании к видео. И здесь мы видим достаточно мощный набор свечей. Несколько недель мы наблюдали очень мощное движение цены, которые более-менее подняли нас и вернули потери от катастрофы FTX. И чисто с психологической точки зрения, и мы говорили об этом в предыдущих выпусках, наблюдая преодоление 200-дневного среднего, вместе с ценой реализации являются ключевыми ончейн моделями. Психологически мы вернули все потери, образованные FTX. Цена находится выше двух очень хорошо известных психологических уровней. И все это происходящее достаточно просто описать фразой, что это ралли, по крайней мере, отличается от того, что мы видели в 2022. Есть кое-что отличающееся в этом ралли, идущее с психологической точки зрения, поэтому мы это изучим в деталях. И начнем мы с вами с ценовых моделей. Здесь мы видим инвесторов и дельта цену. Обычно они вступают на более поздних стадиях медвежьих рынков. Дельта цена представляет из себя смесь ончейн данных и моделей технического анализа. Обычно она появляется в очень поздних стадиях медвежьих рынков, в районе самого дна. Мы это видели в 2018, в 2015 и в 2012. Она нам показывала низы. Также у нас есть цена инвесторов, представлена зеленым. И это интересный показатель. Цена инвесторов – это цена реализации, то есть средняя себестоимостная цена по всему рынку. Далее из которой мы здесь вычитаем термокап. Это монеты, которые были добыты майнерами. То есть мы здесь ищем исключительно монеты, которые перемещались после того, как были добыты майнерами. То есть это циркулирующие инвестиции, поэтому мы и называем это ценой инвесторов, показывающих потраченные в экономике монеты, попавшие в кошельки майнеров, а затем в рынок. Другая модель, которая представлена здесь оранжевым, называется моделью сжатия. Здесь представлено, и как вы видите на конечных стадиях медвежьих рынков, цена стремится торговаться в обоих этих ценовых моделях. В 2018 мы торговали ниже, а в текущем медвежьем цикле цена торговалась несколько недель, даже 2,5 месяца, когда мы опускались ниже цены инвесторов. И вы можете видеть, что эта модель сжатия буквально отслеживает то, как мы близко приближаемся к этому диапазону, а также как сильно сближаются эти ценовые модели. И обычно мы приближаемся к очень аналогичному уровню стресса в каждом медвежьем цикле. Это как бы показывает детоксикацию рынка. Это показывает, что цена приближается к уровню, который буквально совпадает с себестоимостной базой тех, кто тратит монеты. То есть это как бы показывает детоксикацию рынка, вымывание спекулянтов и возвращение некоторой степени, скажем, равновесия. Мы видим здесь, что уровень сжатия по всем этим циклам, достигая очень похожих уровней, что дает нам сигнал детоксификации медвежьих рынков в течение времени. И в начале видео я упомянул о рентабельности. И это очень важная тема. Говоря о рентабельности, мы говорим с вами о двух разных группах. Первое – это непотраченные или нереализованные прибыли и убытки. Это все монеты, которые удерживаются своими хозяевами. Если их купили по цене 15, а сейчас 23 тысячи, то они удерживают нереализованную прибыль. Наоборот, если они купили по 23 тысячи, а сейчас 15, то у них нереализованная потеря. Вторая группа – это реализованный компонент. Кто-то потратил свои монеты, которые были в прибыли или убытках, и зафиксировал эти прибыли или убытки. Таким образом, имея две категории, здесь мы видим процентную долю в обращении, находящуюся в прибыли. И цвет на нашем рабочем столе мы используем с помощью формулы «Если то». Кодируя цвет, мы выделяем критические зоны, когда прибыльная доля, находящаяся в обращении, достигает определенных критериев. На последних стадиях медвежьего рынка, опускаясь ниже 55%, когда доля монет в убытках составляет 45%, то обычно мы наблюдаем эти низкие значения в конце медвежьих рынков. И наоборот, во время медвежьих рынков, достигая исторических максимумов, значение достигает от 85% до 100%, и мы наблюдаем резкий скачок в зеленом цвете. Но здесь мы с вами ищем переходы макромасштаба. Не забывайте, вы можете использовать ончейн для увеличения масштаба, а также для укропнения картинки. И это модель укропненная, помогающая понять, где мы находимся внутри целого цикла. И очень-очень важный момент, на который я хочу обратить ваше внимание. Посмотрите сюда справа. Взгляните на силу этого движения. Мы видели процент находящихся монет в прибыли, образовавший забег, скажем, от 50% до 67,8%. Давайте округлим до 68%, то есть речь про 18% всего объема. Внезапно стал прибыльным. Есть еще несколько примеров, которые мы видели здесь, и имеющие очень вертикальное движение, говоря о доле монет, находящихся в прибыли. Но не забывайте, основываясь на предыдущих ценовографиках, мы всего лишь вернули ту часть, которую потеряли при FTX. И хоть и не совсем, но находимся в районе диапазона, где мы были в июне. То есть, если посмотреть на последние 6-7 месяцев движения цены, мы видим 18% всех монет, которые вернулись к прибыли. Так же было и в 2018, когда цена поднялась с 3500 до 4200, у нас образовался очень похожий вертикальный всплеск. В 2015 мы преодолели эту миниатюрную параболу и получили очень большой прирост процента монет, находящихся в прибыли. То же самое было и на дне 2012. И это говорит нам о том, какой объем монет поменял хозяев за последние 7 месяцев. Если цена выше на 1 цент ценной покупки, то монета считается прибыльной. И когда мы видим такие большие вертикальные движения вверх, процента монет, находящихся в прибыли, это говорит кое о чем. И это работает и вниз. Достигая вершины, посмотрите, как жестко мы опускаемся вниз. Гораздо менее жестоко движение вверх, потому что люди продолжают накапливать, монеты меняют хозяев, хоть и не активно. Но когда мы достигаем исторического максимума и люди начинают активно продавать, образуются эти жестокие падения. Такое падение цены говорит о том, сколько монет являются перекупленными. Очень много монет на верхах образует большое количество продавцов, когда цена падает, образующую такую реакцию цены вниз. А здесь мы видим плюс-минус то же самое, но находящееся в противоположной части уравнения. Куча монет сменила хозяев, кто-то капитулировал, кто-то зашел в рынок и купил эти монеты. В итоге мы получаем плюс 18% прибыльных монет. То есть наблюдение за монетами, поменявшими хозяев, кое-что рассказывает нам о фундаменте, залитый под нашими ногами. С точки зрения выковывания этого дна, здесь мы видим среднюю скользящую сумму за 7 дней реализованных прибыли и убытков. То есть для того, чтобы получить эти 18% объемов прибыли, необходима группа запаниковавших и капитулирующих товарищей, а также кого-то, кто более смелый, кто сможет встать на пути этого поезда. И здесь мы с вами видим, что в июне образовалась очень крупная капитуляция. Очень крупная. 0,3% всего рынка было смыто за один день. И аналогичные события произошло во время коллапса FTX. Они огромные. И здесь перед нами нормализованное значение против рыночной капитализации. То есть нормализуя показатель к рыночной капитализации, мы можем сравнить капитуляции предыдущих циклов с текущим. И мы видим, что распродажа в июне была хуже, чем в марте 2020. И мы видим, что недавняя FTX распродажа была такая же тяжелая, как и 2018 и 2020 годов. То есть у нас было очень крупное капитуляционное событие. Но с тем же кто-то зашел в рынок и смог подобрать эти монеты, ведь всегда для каждого продавца находится и покупатель. Таким образом, это нам позволяет визуализировать инвесторов, зарабатывающих во время бычьих рынков, получающих значительные потери на дне рынка в результате крупную пропорцию новых покупателей, которые вернулись к прибыли во время этого ралли. Теперь мы увеличим картинку и посмотрим на несколько категорий. Краткосрочных, долгосрочных и майнеров. Потому что, как я сказал в начале, большие цены создают продавца. Потому что чем большая цена идет вверх, то больше людей решаются, а, вы знаете, мне нравится эта цена. И здесь мы с вами видим процент краткосрочных держателей, которые находятся в прибыли. И вы можете заметить, что уровень, который мы достигли, мы не видели с момента исторического максимума. Количество в прибыли краткосрочных держателей сияет на 92% от всех краткосрочных держателей. Это показывает, сколько монет из этого объема было недавно продано. Пришли новые покупатели, и практически все они сейчас находятся в прибыли. Последний раз мы такое видели на исторической вершине. Но, помните, во время бычьего рынка и при достижении исторического максимума, этот показатель какое-то время будет удерживаться. Но также, когда начнется ралли по выходу, потребуется некоторое время, чтобы большинство инвесторов поняли, что он находится в прибыли, что даст пищу к размышлению, и предположению, окей, риск начинает расти, и некоторые из краткосрочных держателей, вероятно, начнут продавать. Но как мы это поймем? И первое, с чего мы начнем? Посмотрим на возрастные полосы потраченного объема. SVAB. Здесь она представлена экспоненциальным 30-дневным скользящим средним. И здесь я хочу обратить ваше внимание на то, как эти монеты здесь представлены теплыми цветами. Они фиолетовые, но не прям сильно фиолетовые. И этим цветом представлены монеты возрастом несколько лет. Эти более оранжевые цвета означают месяца. Три месяца, четыре месяца, пять месяцев. Это когорта краткосрочных держателей. А здесь наверху, это буквально несколько дней. Люди, зашедшие на рынок, буквально несколько дней или недель назад. Обратите внимание на это сильное движение вверх. Мы это видим по барам вот здесь. Мы видим здесь значительный рост вверх по категории монет возрастом от нескольких недель до месяца. Поэтому мы наблюдаем по мере возвращения всех этих краткосрочных держателей к прибыли процесс, когда они начинают тратить свои монеты. Что говорит нам о том, что по мере начала траты возникает вопрос, в каком объеме. И этот инструмент нам дает возможность такой оценки, видя, что процесс начался. Еще один набор инструментов, на которые я сейчас перейду, является совершенно новым дешбордом, который мы сделали для биткоина. Он называется реализованные прибыли и убытки. Он содержит, на мой взгляд, самые важные показатели. Это определенно для меня мой самый вкусный бутерброд. Мы скоро выпустим еще один нереализованные прибыли и убытки. Очень скоро, пока он готовится в печке. И вместе эти реализованные и нереализованные прибыли и убытки, лично для меня составляют примерно 50% для всего моего анализа. Я их использую постоянно. И они являются очень мощными для решения нашей изучаемой проблемы. Выходят ли люди из рынка? Перегрет ли рынок? Или это обычные ежедневные траты? Он помогает нам определить, выступают ли люди продавцами в этом ралли или нет. Таким образом, мы здесь с вами видим монеты. Например, если кто-то купил за 50 тысяч и продал по 20, то он реализует потери. 30 тысяч долларов умножить на количество монет. А если мы посмотрим на тех, кто купил за 6 тысяч, а продает по 23 тысячи, то он реализует прибыль. И эту информацию мы можем представить в нескольких видах. В чистом виде, то есть прибыли минус убытки. Это великолепный инструмент для понимания масштаба. Сколько чисто в долларах было вымото из системы. Мы видим здесь выдающуюся капитуляцию и выдающуюся вершину рынка. Очень крупное значение с точки зрения долларов. Также мы можем посмотреть и на составные части. Мы были в режиме несения потерь. И этот процесс начался, начиная с 2021 года. Достаточно рано. Это дало нам знак. Этот массивный фитиль снизу был капитуляцией. Но мы видим, что это был преимущественно режим несения потерь. И наоборот, с началом бычьего рынка превалировал режим прибыли. Но он сокращался и сокращался. И вот мы здесь, имея реализацию небольших прибыли. Но мы можем видеть здесь масштаб. Масштаб реализованных прибыли в настоящее время не сильно отличается от тех ралли, которые мы наблюдали во время 2019 года, а также во время 2018 года. Эти итоговые заключительные распродажи и падение цены, когда люди выходили, даже не имея прибыли. Таким образом, вы можете сравнивать предыдущие циклы, выраженные в долларом эквиваленте. И если мы посмотрим на соотношение прибыли и убытков, мы можем начать их разделять, видеть актуальный баланс, находимся ли мы в режиме превалирования прибыли или в режиме превалирования убытков. Здесь мы используем 7-дневный EMA. И здесь мы прорвались наверх. То есть пришло время уделять этому внимание. Кто-то начал получать прибыли, в результате мы получаем данный импульс вверх. Итак, что из этого дэшборда вы можете извлечь? И не забывайте, здесь полный набор руководств. У нас есть модели SOPA, значение в долларах, разделение на разные когорты, рынки, краткосрочные и долгосрочные держатели. Также есть разделение на макро годовые циклы. Можно посмотреть, сколько прибыли было сделано во время бычьего рынка и сколько рынок отдал обратно во время медвежьего рынка. Это очень забавные осцилляторы рядом с основными. Таким образом, это очень крутой инструмент, помогающий понять, как тратят люди. Забирают ли они эту выходную ликвидность? На что это похоже в целом? Так что это действительно крутой инструмент, который мы только что выпустили. И как я говорил, нереализованная версия его выйдет уже в ближайшее время. Так что если у вас есть любые вопросы, не стесняйтесь задавать, буду рад на них ответить. Но вернемся к делу. Переходим и посмотрим более внимательно на долгосрочных держателей. Те, у кого монеты держатся больше пяти месяцев. И многие мне говорят, а слушай, а разве пять месяцев это много? Мы смотрим на то, что основано на статистике. Вы можете посмотреть по ссылке в описании, который объясняет исследовательскую часть данного уравнения. Здесь же мы смотрим на все траты, которые происходят внутри биткоина. Все траты за всю историю. Мы это сделали по годам, а также сделали по некоторым другим периодам. Итак, какова вероятность, что монета будет потрачена, основываясь на времени ее удержания? И мы заметили, что после 155 дней, плюс-минус, в зависимости от того, за какой год мы изучаем. Но если посмотреть на это с долгосрочной точки зрения, то после 155 дней, вероятность траты монет значительно падает. Вот откуда берет начало евристика. За ней стоит статистика, когда мы наблюдали за все продажи за всю историю. И разбивая ее, основываясь на вероятности, что монеты будут потрачены. И после пяти месяцев, вероятность сокращается значительно, а наша основная ежедневная активность происходит внутри пяти месяцев. И здесь у нас показатель MVRV для долгосрочных держателей. Он показывает мультипликатор прибыли, находящийся у долгосрочных держателей. И как я говорил в начале, данный ралли немного отличается, так как мы находимся выше некоторых ключевых психологических уровней. И преодоление долгосрочными держателям над уровнем 32200, мы оказываемся выше цены реализации долгосрочных держателей. И сейчас мы эту отметку как раз преодолеваем. И здесь мы с вами видим, что долгосрочные держатели, люди, которые держат свои монеты значительное количество времени, Они также начинают возвращаться к прибыли. И если мы укрупним картинку и посмотрим на всю историю, то увидим, что данный осциллятор является макроосциллятором. Опускаясь достаточно низко, и во время этого медвежьего рынка, люди, которые купили на ранних его стадиях, и по сути стали долгосрочными держателями, их прибыль буквально коллапсирует. И мы видим, насколько быстро. Все ребята из 2018 года наблюдали цену в боковике. Посмотрите теперь на их прибыльность. Она ушла в ноль. Посмотрите на цикл 2021. Здесь у нас исторический максимум. Цена на историческом максимуме. И вы только посмотрите, насколько данная когорта ушла в убытки. Это довольно впечатляюще. Мы наблюдали огромную долю этих инвесторов, которые отправились в нереализованные убытки. По мере движения медвежьего рынка, что, кстати, вот этот нисходящий верх является хорошим индикатором, что конкретно эта вершина не имела жира. Было слишком много людей с потерями. Образовался очень перегруженный сверху рынок, и мы это изучим еще в больших деталях. Но перед тем, как кликнуть, и перейду к чистому изменению позиций старого объема, некоторые из вас смотрят на этот долгосрочный MVRV, и у меня для вас хорошая новость. У нас для вас есть новый дэшборд, называющийся сценовые модели. Как вы видите, мы много работали по выпуску новых дэшбордов. И это доступно для всех продвинутых пользователей с подпиской второго уровня. Мы очень стараемся оставлять вас на острие, так как мы знаем, что вы смотрите эти видео, поэтому хотим обеспечить вас инструментами, помогающими в навигации по различным рынкам. И перед нами набор инструментов, который показывает себестоимостную базу краткострочных держателей. В синем – себестоимостная база долгосрочных держателей. Сравнение с оранжевым, представляющая реализованную цену. И очень важно будет здесь заметить, что по мере передвижения к поздним стадиям медвежьего рынка, заметьте, как все эти себестоимостные базы конвертируются примерно в одну и ту же цену. Во время бычьего рынка они расширяются. Краткострочные держатели следуют за трендом, долгосрочные покупают и держат на больший период времени. А здесь у нас средняя цена, которая располагается между этими двумя. Но в более поздних стадиях медвежьего рынка все они сходятся. И здесь мы наблюдаем сжатие себестоимостных уровней, повторную гомогенизацию, когда каждый, неважно сколько он находился в рынке, долгосрочный, краткосрочный, пятидневный или пятилетний, если брать среднее по всем этим группам, то они все находятся достаточно в одном и том же месте. И в итоге мы видим сжатие всех этих пользователей снова в направлении очень-очень гомогенного рынка ходлеров. И обычно такое схождение себестоимостных уровней происходит на конечных стадиях медвежьего рынка. И из этого мы можем выделить реализованную цену молодого объема и реализованную цену старого объема, а также показатель MVRV. Таким образом, мы здесь с вами видим, что показатель MVRV здесь показывает нам очень похожие циклические макроэкономические события, и их очень резкое сокращение. После взрывной вершины мы видим очень резкий спад рентабельности у долгосрочных держателей. А если укрупнимся и посмотрим на последние пару лет, то вот здесь у нас в апреле была историческая вершина, и здесь в ноябре исторический максимум с аналогичной отрицательной рентабельностью. Здесь в ноябре у нас было гораздо меньше долгосрочных держателей в прибыли, и было очень крупное расхождение, даже несмотря на большую цену для прибыли долгосрочных держателей. И это значит, что мы видели больше людей, чувствительных к сокращению цены. И естественным образом мы наблюдали колебания количеств краткосрочных держателей, а также их показатель MVRV, который, повторюсь, гораздо более волатилен и показывающий, что происходит в более краткосрочной перспективе. В любом случае, это снэпшот того, что доступно в инструментах для наших продвинутых пользователей, а также абсолютное большинство количеств ценовых моделей в наших дешбордах. Давайте к ним вернемся. И по мере того, как мы наблюдали возвращение этих долгосрочных держателей к состоянию заметной прибыли в среднем, мы также видим изменение оборота, и он за последние 6 месяцев в настоящий момент стремится к историческому максимуму. В процессе достижения отметки в 15 миллионов монет за последние 6 месяцев, вы также можете заметить, что мы находимся в состоянии увеличения со скоростью 200 тысяч монет в месяц, взрослеющих внутри этой границы в 6 месяцев. Но вот что очень важно помнить об этой конкретной модели. Когда мы смотрим на более старые объемы, то для достижения этой границы в 6 месяцев требуется некоторое время. Поэтому данный осциллятор показывает чистое изменение количеств долгосрочных держателей. То мы на это смотрим немного как бы в прошедшем времени, так как монеты, попадающие в границу 6-месячного возраста, требуют для этого перехода 6 месяцев. То есть эти монеты, которые были накуплены 6 месяцев назад. Но когда они тратятся, верно противоположное. То есть более важно, когда данная модель становится красной, потому что когда она краснеет, потому что когда она краснеет, это значит, что тратятся монеты, которым уже есть 6 месяцев. И это огромный объем. Все монеты переходят через данную границу. А мы наблюдаем нарушение равновесия. Так что красный цвет здесь означает немедленную трату. Этот процесс превосходит процесс взросления. И наоборот, когда мы наблюдаем за взрослением, это требует времени. Зеленые бары показывают нам немного истории, а красный бар означает немедленное действие. Важный момент для понимания этих моделей. И последняя тема, о которой мы обсудим, это майнеры. Мы наблюдали за тем, как краткосрочные держатели тратили монеты, реализуя свои прибыли. В итоге мы наблюдали за сокращением ликвидности. Тем временем монеты старше 6 месяцев довольно статичны. Хотя мы только что всего лишь перевалили за себестоимостную границу долгосрочных держателей. Так что потенциально мы можем начать наблюдать за изменением поведения. Поэтому внимательно посмотрим на несколько моделей. И на фронте майнеров мы посмотрим на Puel Multiple. Puel Multiple использует выручку майнеров по всей индустрии и сравнивает со среднегодовым уровнем. И здесь мы наблюдаем огромный всплеск, около 240% прироста с самого низа. Так что сравнивая с прошлым годом, доходы майнеров наконец-то получили глоток свежего воздуха. Их рентабельность довольно значительно улучшилась. И в результате, как мы можем с вами ожидать, майнеры могут начать использовать эту возможность после столь невероятного медвежьего рынка. Когда цены акций на фондовых рынках буквально были убиты. Они могут вполне захотеть укрепить свой баланс и воспользоваться этой выходной ликвидностью. И если мы посмотрим на баланс майнеров, то увидим, что по факту они этим воспользовались. Некоторые из этих монет, вот здесь 5000 BTC, были проданы на прошлой неделе. Так что они используют эту возможность данного ралли как выходную ликвидность. Но не забывайте, это часть процессов рыночного цикла. Здесь мы с вами изучаем оценку общего поведения инвесторов. И будет очень полезным разделить это все на несколько когорт. И важным замечанием будет следующее. Как только рынок начинает все это переваривать, и мы всегда это с вами знали, что для любой цены всегда найдется продавец. Но здесь мы с вами пытаемся понять, кто это. Как мы их с вами категоризируем, к какой когорде они относятся. И видим ли мы достаточность спроса, достаточно ли активности ончейн, и увеличивается общий объем транзакций. Хватает ли нам спроса для того, чтобы это все протолкнуть, или мы начинаем захлебываться, начинают ли образовываться реализованные потери, а мы начинаем собирать все части этого пазла воедино, чтобы получить более целостную картину. В любом случае, надеюсь, это позволит вам получить прекрасный обзор трех разных когорт, короткосрочных, долгосрочных держателей и майнеров, и как они взаимодействуют с текущим движением цены. Как всегда, друзья, большое спасибо за просмотр, и надеюсь, вам эта сессия понравилась. Все эти обновления, которые мы сделали и собираемся выпустить, доступны для наших продвинутых пользователей, рассчитанные помочь в понимании того, что происходит. Пытайтесь использовать правильные части пазла в нужном месте, а мы в деталях расскажем, как это пользовать в течение текущего сезона. Также мы разработываем новую серию обучающего контента, который вам поможет, как правильно использовать нужные инструменты в нужное время. И, конечно же, вы можете связаться со мной в комментариях. Не стесняйтесь, пишите ваши вопросы и задавайте вопросы о новых моделях и новых дешбордах. Это действительно очень мощные инструменты, и для меня, как аналитика, являются самыми любимыми, с которыми я провожу больше всего времени. В любом случае, встретимся с вами в следующем выпуске. Всем пока!